Путешественники возвращаются в Египет. Путешественники возвращаются в Египет и тому способствуют снижению стоимости поездок. Газета Коммерсант номер 69 от 18 апреля 2019 года. Строение 7. Впервые с 2015 года Египет вернулся в список стран, популярных для отдыха среди россиян. Это случилось на фоне существующего до сих пор запрета прямых чертерных рейсов на египетские курорты. Операторы стали доставлять туристов транзитом через Анталию. Спрос в Хургаду и Шарм-Эш-Шейф вырос также на фоне снижения путевок на 40%. Между тем отдых на пляжах Турции, которая для многих россиян была альтернативой Египту, напротив, подорожал. Спрос на поездки в Египет резко вырос, рассказали опрошенные твердый знак представители систем бронирования туров. В объединенной сети ТБГ и горячих туров указывают, что сейчас это седьмое по популярности направление на период майских праздников, 1-12 мая, страна сформировала 3% бронирований. В тот же период 2018 года речь шла о единичных продажах, уточнили в компании. По оценкам level.travel за год доля Египта на майские праздники увеличилась с 0,06% до 3%. В online.ru указывают, что в натуральном выражении количество проданных туров страну выросло в 7,5 раза. Сейчас Египет формирует 1,2% продаж на майские праздники. Как в Египте встречали первый рейс из России после более чем двухлетнего перерыва. До 2015 года Египет считался наиболее популярным туристическим направлением. По данным погранслужбы ФСБ, в 2014 году страну посетили 2,57 миллиона россиян. В 2015 году, после теракта, на прямые перелеты в страну был наложен мораторий. И в период 2016-2017 годов, по официальным данным, российские туристы Египет не посещали. Прямые авиарейсы в Каир были возобновлены в 2018 году. Тогда Египет, по данным погранслужбы, посетили 7,8 тысячи россиян. Туры формировались на базе регулярных рейсов, но не пользовались большой популярностью из-за дороговизны. По данным ТБГ и горячих туров, интерес к Египту начал расти недавно, еще неделю назад его доля в структуре продаж на майские праздники составляла 2%. В. Level.Travel связывают всплеск интереса с выводом на рынок нового продукта Pegas Touristik, туров, сформированных на базе перелета по маршруту Москва, Анталья, Шар-Мэш-Шейф или Хургада. Там уточняют, что большинство пакетов, выкупленных на майские праздники, приходится именно на эти предложения. Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная настаивают, что речь идет не о продаже туров из Москвы в Египет. Она указывает, что туроператор реализует туры из Антальи на египетские курорты на рейсах турецкого перевозчика. Зачем вокруг Шар-Мэш-Шейфа строят стену? Источник твердый знак на туринке объясняет, что программа Pegas Touristik не нарушает действующего законодательства. Формально туры в Египет продавать не рекомендовано, но никаких официальных указаний так и не было дано, объясняет он. Собеседник твердый знак называет программу способом обойти ограничения. Это позволяет Pegas Touristik принимать на себя практически весь поток из РФ в Египет. Пакетные программы на египетский курорт сейчас предлагает туроператор. Как пояснили в компании, предложение включает перелет в Каир на базе регулярных рейсов и трансфер до места размещения. Один из участников туринка объясняет, что Pegas за счет перелета через третью страну удалось существенно снизить цену предложения. По его оценкам, минимальная стоимость бронирования поездки в Египет через туроператора составляет 36 тысяч рублей на человека, в то время как аналогичный тур на базе регулярного рейса в Каир обойдется в 45-50 тысячах рублей, то есть на 30-40% дороже. Средний чек при бронировании туров в Египет на майские праздники за год действительно снизился на 40%, до 102,2 тысячи рублей, подтверждает V.Level.Travel. Представитель OnlineTour.ru Игорь Блинов называет дополнительным фактором популярности Египта увеличение в среднем на 20% стоимости поездок в Турцию. Александра Мерцелова Продолжение следует... Александра Мерцелова